Четыре года судебных тяжб, испорченные нервы и масса потерянного времени. Через все это пришлось пройти общество охотников и рыболовов, чтобы доказать свое право на свои же охоту годья. В результате реформирования отрасли угодья общества были выставлены на аукцион и переданы другим арендаторам. Суд по 11 лотам общественная организация все-таки выиграла. 450 тысяч гектаров нам вернули обратно и имеется договор на эти 449 тысяч, ну вот 450 тысяч. Это в таких районах, как Ивановский район, Шуйский район, Родниковский, Вичевский, Кенишемский, Палехский, Гусевское охотничье хозяйство. Вот основные районы, центральные, мы их сейчас имеем право выдавать. И мы получили вчера бланки разрешения от службы. Тем не менее, это отнюдь не все земли, которые раньше арендовало общество. Однако судебные тяжбы временно прекращены. Председатель Григорий Воропаев признается, и он устал от судов, и они от него. В Глуарах рассуждают, общество начало подбираться к участкам крупных арендаторов, депутатов и бизнесменов. И чтобы не было лишней шумихи, организации отдали 450 тысяч гектаров в обмен на мир. Григорий Воропаев такую версию не подтверждает, но признается, что с новым губернатором работать лучше. Он человек местный, а значит свой. Я чувствую, что когда свой человек у руля стоит, он по-другому относится к области. Потому что на моем многолетнем веку я с руководителями постоянно работаю и вижу, кто как относится. Для того, чтобы охотиться в угодьях общества, необходимо в нем состоять. За время, пока не выдавались разрешения, Григорий Воропаев растерял тысячи охотников. Но как только дела пошли в гору, люди стали возвращаться. Если он собирается охотиться в угодьях, закрепленных за общество охотников и рыболовов, то он должен быть членом общества. Кто вышел из общества, ну здесь разные пути. Если желает вернуться, у нас общество добровольное. Хочешь, выходи. Хочешь, заходи. Теперь об охране. За четыре года, пока на территории общества хозяйничал другой арендатор, животный мир понес значительные потери. Особенно это касается копытных. Потребуются годы, чтобы восстановить популяцию. Мы как охранять не можем, а мы следим за порядком в охотничьих угодьях. Потому что теперь надо же на охранную деятельность иметь лицензии, нас упрекает. А поэтому мы проводим биотехнические мероприятия на закрепленной территории и следим за порядком. И всегда с собой приглашаем работника или службы по охране объектов животного мира, или, как я уже говорил выше, работника полиции. Куда идти охотиться тем, кто получил разрешение в службе по охране объектов животного мира? Теперь это самый популярный вопрос среди охотников. На территориях, которые отсудило общество, этого делать нельзя. Я ответственно заявляю и заявлю где угодно, что в Ивановской области на нашей территории, которую мы раньше пользовались, которой и сейчас пользуемся, общедоступных охот угодий нет. Их никто ничем не создавал. У исполнительной власти своя позиция. Общедоступные угодья есть. И их даже больше, чем допускает закон. Сохранена большая площадь охотничьих угодий, общедоступных. То есть, примерно 27% территории охотничьих угодий. Этого больше, чем достаточно, поскольку норма закона прописывает минимальную 20%. Карту, где какие угодия, снова перекроили. Знакомиться с ним можно на официальном сайте службы по охране объектов животного мира. Новость размещена в пятницу, 31 октября. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Субтитры создавал DimaTorzok